В Государственной Думе Российской Федерации проходят Дни Чувашии. Накануне в парламенте страны состоялась презентация экономического потенциала республики. Все это время в Москве работают руководители министерств и ведомств промышленных предприятий, организации, депутаты госсовета. Сегодня из столицы вернулась наша съемочная группа. И вот что рассказывают коллеги. При первых же звуках Чувашской гостевой песни в фойе второго этажа начали собираться зрители. Среди них депутаты Госдумы, представители правительственных структур, органов власти, общественных объединений. Накануне многие уже побывали на выставке и захотели познакомиться с нашей республикой поближе. После рабочей встречи с главой Чувашии к участникам презентации присоединился и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Я думаю, что это очень динамично развивающийся экономический регион с высоко развитой промышленностью, сельским хозяйством. В последнее время много инвестиций привлекается в Чувашии. Развиваются такие высокотехнологичные отрасли, как электротехника. Мы знаем, что в Чувашии один из крупнейших, если не крупнейший в Европе, завод по производству солнечных батарей. И это тоже очень важно, что промышленность развивается, несмотря на кризисные явления в нашей стране. Судя по отзывам посетителей выставки, презентация Чувашии в Госдуме стала не только возможностью узнать, что там в нашей республике, но и поводом поделиться своими впечатлениями о ней. Что мне понравилось, по Чувашии, если взять всю историю России, наверное, самый мирный регион. Никогда не было никаких конфликтов, ни политических, ни национальных, ни экономических, ни каким-то молодежным, какие-то бывают эксцессы, фанаты какие-то особые родные. Народ искренний, народ доброжелательный, народ высокопатриотичный, народ любящий Россию и преданный ей. Иосиф Давыдович Кобзон, побывавший у нас совсем недавно, подарил общественности новый афоризм, остроумно заметив, что в Чувашии и дураков нет, и дороги хорошие. Впрочем, не только дороги. Успехи республики в социально-экономическом развитии очевидны, заметил вице-спикер, руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев. И когда я посмотрел ту информацию, которую вы любезно предоставили, то есть чем гордиться. И что самое важное, что те заделы, которые вы сделали, помогают преодолевать и те трудности, с которыми сегодня встречается экономика, развитая экономика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем докладе отметил, в основу стратегии социально-экономического развития республики положены инвестиции в человека, создание благоприятных условий для его самореализации, формирования сильной личности. Председатель Госсовета Чувашии Юрий Попов дополнил, режим благоприятствования создается и для инвесторов в виде адекватного законодательства, налоговых льгот, госгарантий, готовых площадок. В деловой программе «Дни Чувашии» участие в работе думских комитетов, различные встречи, которые еще предстоят. Сегодня подобного рода презентация – одна из востребованных форм работы и стимул для дальнейшего развития. Я же сегодня сказал в своем приветственном слове, что Чувашии – лучшее место для проживания. И говоря эти слова, я же несу ответственность. И перед народом Чувашии, и перед регионами России, и перед государственными деятелями, в данном случае перед депутатами Государственного дома, много добрых слов высказали, несмотря на политические взгляды руководителей фракции. Это тоже очень важно. Кто побывал в республике, они нас полюбили. Это самые главные показатели. От этого улучшается деловой климат, от этого улучшается инвестиционный климат. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.